привет привет мои хорошие сегодня в кадре только я детей нет детки спят и у меня вот свободная минута чтоб с вами болтать копала своем телефоне и нашла на днях вопрос который заскринила очень очень давно и сейчас попытаюсь вспомнить о чем он был там девушка спрашивала поводу если у меня подруги с кем я общаюсь в турции кроме родственников мужа хожу ли я на встрече с каким-то там не знаю другим женским полом если у меня какое-то общение то судя по моим видео складывается впечатление что я ни с кем не общаюсь вы знаете складывается практически в верное впечатление потому что я мало с кем вообще общаюсь я человек для общения открытый но близко к себе никого не подпускаю очень мало кого к себе подпускаю в измере у меня есть общение конечно с русскоязычным населением они все замужем все замужем за турецкими гражданами и как-то мы до до моей беременности пересекались общались как-то время проводили вместе а после уже точнее до родов после у меня как-то времени нет на это все не пересекалась не общалась только вот в интернете наверно новые знакомства я практически не завожу не знаю мне хватает общения в принципе я такой человек мне для счастья для души на спокойствие много общения не нужно есть люди которым нужно чтобы вокруг них все время жизнь кипела было много народу с этим поболтать с тем перекинуться пару слов я не такой человек мне я могу быть одна сама с собой и мне комфортно понимаете я получаю моральное и физическое удовольствие от этого мне не нужно что вокруг меня были люди суета и шумиха точно так же с подругами я не подпускаю к себе лишних людей все мои подруги которые мне есть я сейчас не говорю уже за именно за измеровские которые у меня там турции вообще в моей жизни и это подруги давнишние еще до ютубовского до того как я начала снимать видео не что до того как начала снимать видео у меня по пальцам можно посчитать женский пол с которыми я общаюсь это есть девушка с которой мы дружим с 10 с 11 лет есть еще одна с которой дружу с 19 лет и еще две девочки с одной дружу где-то с 24 с 25 с другой 27 вот четыре человека с которыми я общаюсь будучи в махачкале ну и естественно зуля это с кем я общаюсь больше всего чаще всего самая молодая дружба по годам у меня с зулей с ним и дружим наверно лет девять девять восемь девять точно не помню восемь наверное вот поэтому у меня нет таких знать оттуда отсюда случайно знакомых которые в кругу в моем с кем я общаюсь так доверительно близко к себе выпуска такого нет и просто быть не может я не подпускаю близко к себе людей еще отсеялись от меня люди чему я очень рада которые были знакомые знакомые знакомых просто знакомые девочки которым я близкими подругами назвать не могу подружайки наверно с которыми ты нет нет пересекалась где-то чай выпила кофе выпила они отсеялись от меня после того как в основном после того как я переехала в турцию как-то знаете у каждой своя причина была но мы отсеялись друг от друга о чем я не жалею думаю они тоже не жалеют вот после того как я начала вести канал тоже отсеялись люди я на это раньше не обращала внимание как ты знаете потому что мне как бы самой собой комфортно но потом периодически когда просматриваешь свою телефонную книжку до в телефоне моего такой же человек был в твоей жизни ты когда-то с ним общался пропал пропал и пропал удаляешь его телефон и все я очень быстро вычеркиваю своей жизни людей просто просто очень 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 быстро и это дело и забывая вообще что они существовали вот в измири же у меня за все время сколько этом проживала была только одна подруга с которой я могла поделиться своими душевными какими-то переживаниями это света и все больше никто никому никогда не ничего рассказать посидеть вы просто по душам по-бабски нет нет не такого не было может быть среди моих знакомых из мировских есть такие девочки с кем я могу посидеть дал чисто по-женски поболтать но просто я не присматривалась так что вот так вот а у меня нет большого количества друзей а подруг у меня нет и я думаю дальше их будет еще меньше потому что я буду все тело заняты только своими детьми у меня дети и семья на первом месте не знаю все случилось мама устал не знаю кому-то нужны шумные компании много подруг и так далее с это поболтать стопа болтается этой что-то рассказать вы рассказать мне это все не нужно абсолютно я не люблю вот эти вот особенно между подругами бывает постоянно вот это выяснение отношений а это она так сказала а это так сказала господи вот это все я не люблю мне этого всего молодости хватило поэтому не хочу вот как-то вот так все ответила на вопрос закрывать ну и пока есть меня свободное время отвечу еще на один вопрос который задавала мне ольга на уменька вопрос был такой что мне приносит канал на youtube что изменилось моей жизни после того как я начала вести этот канал и так далее да не пожалела ли что-то вот наподобие этого я отвечала на этот вопрос не один раз на отвечу еще раз мне не сложно так как очень много новых зрителей появляется чем я очень рада что мне дает мой канал в первую очередь это мой электронный дневник этот дневник куда вот я закидываю все свои видео кстати многие видео я открыла просмотра но не значит их нет они есть все когда мои детки вырастут будут просматривать сами эти видео а вот это электронный дневник это моё хобби я получаю удовольствие когда снимаю видео когда общаюсь ну как будто бы я общаюсь со своим зрителем мне очень приятно получать от вас положительную энергетику ваши сообщения ваши комментарии особенно о моих детях то что вы пишете то что вы их любите каждый момент это приятно вот ну и конечно же это доход который мне начал приносить канал канал мне начал приносить доход то где-то через год до через год после того как я его завела где-то в марте наверно в марте прошлого года получается начал приносить доход более такой ощутимый вот каждый месяц я получаю зарплату получается на свою карточку но денежки я собираю денежки собираю в жизни всякое может случиться и никогда не помешают личные сбережения вот что пожалела ли я нет абсолютно не пожалела нет не пожалела даже скажу больше я сейчас собираюсь открыть второй канал для своих детей поэтому можно судить пожалела я или нет по поводу негатива которые пишут у меня абсолютно не волнует что пишут обо мне я про себя все прекрасно знаю меня обидеть за дети эти психические душевно больные люди никак не могут но когда пишут про моих детей естественно я не буду сдерживать свои эмоции я могу ответить и ответить так что мало не покажется вот сбивают ли меня с толку портят ли мне настроение подобные комментарии нет абсолютно они дают мне еще больше сил снимать идти дальше я такой человек я из тех людей которых негатив наоборот подбодряют не тот которого которому скажет вот она такая насекая и вот как мышка забьется забьется в угол и будет думать обо мне так подумали так сказали почему что я не так сделала да нет никогда такого не будет я наоборот еще выше подниму голову и пойду вперед по головам как говорится мне всегда было плевать на мнение окружающих по большому счету было плевать на мнение окружающих я делала всегда так как хочу я как удобно мне моей жизни всегда все складывалось как удобно мне но это мисс конечно рамки какие-то приличия далее старалась за рамки тоже не приходится вот поэтому никогда окружающее мнение мнение окружающих на мою жизнь на мое настроение на мои поступки не имело влияние и иметь не будет но я могу разозлиться на какие-то комментарии буквально несколько минут и все и об этом забуду еще я вообще человек такой знаете даже когда с близкими бывает такое что я с близкими тоже спорю ссорю себя ругаюсь я очень быстро отхожу быстро отхожу и как будто ничего не было разговаривать вот но если что-то было серьезное конечно я человека вычеркну из своей жизни но родного человека конечно же нет вычеркнуть из своей жизни можно посторонним человеком вот вот так мои хорошие ответила на два вопроса целых успел ответить вам что ты не спишь когда они спят ходишь как привидение я-то не сплю потому что я потом ночью спать не могу вот дети спят и мама не спит могла поспать вместе с вот такие вот дела час вечером собираюсь сынули пойти в гости к подруге у меня подруга приехала из москвы и почувствуем пойти что опять ушла вода издеваются что ли они над нами у нас перекопали всю улицу проводят новую воду и без предупреждения в любой момент могут отключить нам воду дать воду отключить воду дать воду мы вообще здесь таком подвешенном состоянии они нам поваловаться понюхать дали воду и опять отключили ну все закрывать мои хорошие пока пока